Радио Санкейт Радио Санкейт Радио Санкейт Радио Санкейт Радио Санкейт Радио Санкейт из культуры, из шамота, произведения малой пластики, фарфор, этнические инструменты, окарины, и у нее, если вы видели наш анонс, совершенно потрясающие работы, потрясающие коллекции, которые наполнены очень глубоким сакральным смыслом, на мой взгляд, и сегодня у нас очень серьезная тема, я ее так обозвала, как бы обозначила, как духовность и творчество, потому что мы, в принципе, сняли и хотели поговорить, ну, об очень серьезных вещах, я надеюсь, вы с нами не соскучитесь, потому что у Ляли есть очень много, что сказать на эту тему, Лялечка, я сначала хотела тебя попросить буквально рассказать о себе несколько слов, именно вот как ты начала как художник, да, вот именно свой путь, а потом мы уже с тобой перейдем к другим более серьезным вопросам. Ну, начала я давно в детстве в глубоком, я сначала оказалась в интернате в художественном у нас в детстве, вот, а потом уже родители меня не пустили в Мухинку, и мне пришлось поступить здесь, в местный институт искусств, который сейчас очень громко называется Академией. не очень везло с учителями всю жизнь, со всеми, и с духовными, и с моими художниками-учителями, вот, начиная с интерната и в институте, и я попала в класс. Шарова – это художник мирового уровня, и жалко, что его никто не знает, к сожалению, потому что, ну, видимо, из-за того, что мы вот в такой глубокой провинции здесь находимся. Вот, а потом шли годы, то есть я кончила институт, замужество, ребенок, причем пыталась эмигрировать в свое время и в Америку, и в Австралию мне приходили письма «давай, давай», вот, но я уже не собралась, потому что все мы были придворниками, все мы были сторожами, я имею в виду, в те времена художники, ни у кого не было абсолютно денег, а дворниками и сторожами – это просто искусство, вот, и где-то как-то номинироваться и считаться, вот, ну, где-то, я вообще живописец по образованию, и у меня многие картины, они были связаны не то, чтобы с религиозностью, но я очень активно использовала там, как бы, силы всех великих, и мусульманские какие-то, и христианские, то есть это шло, как бы, изнутри, вот, и когда меня спрашивали, какой веры ты, примерно, бежишь, я говорила, что, да никакой, почему ты используешь символы, я говорю, я не знаю, то есть это, как бы, тоже спонтанно все происходило, вот, и в итоге я всем журналистам говорила, что я буду там, где будет объединение всех велигий, потому что изначально знание того, что Бог – он один, творец – он один, этот космический разум и сознание, оно одно, а все разделения, оно идут от людей, оно было изначально во мне, ну, с детства, можно сказать, вот это вот понимание, вот. Ну, и в 98-м году случается невероятное чудо, то есть меня к себе подключает, иначе я не могу сказать, как великий аватар наш невероятный, несравнилый с Сати Саи Паба. Вот. И жизнь становится совершенно другой, потому что все, к кому прикасается этот феномен, начинают очень быстро трансформироваться. и благодаря чудесам, и благодаря мистической помощи, и благодаря повышению, и благодаря, ну, во всем, которым я стану человек. Ну, это сейчас, наверное, самое главное основное. Ну, да, так очень, 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 очень коротко, да, ты нам рассказала практически свой творческий путь. И, на самом деле, то есть, поскольку вот я огласила такую серьезную тему, да, духовность и творчество, и даже по тем небольшим высказываниям, которые ты уже нам рассказала, по тем небольшим, небольшому вступлению, да, уже понятно, что, на самом деле, для тебя творчество и духовность, они неразрывно связаны. То есть, это то, что идет, через что идет твое самовыражение. И я думаю, что если бы не было твоего вот этого именно духовного роста, да, то не было бы вот именно тех произведений, которые ты создаешь. И, конечно же, ну, с одной стороны, объединение всех религий, да, но я понимаю, что все равно вот именно индийский вот этот аспект, он для тебя один такой из основных, один из важнейших. И, ну, наверное, конечно, хотелось бы понять, хотелось бы узнать вот именно подробнее, как именно Сатья на тебя повлиял, да, вот что открылось для тебя в общении с ним, потому что я знаю, что тебе очень повезло, ты его видела, и еще его вот в этой реализации, да, с ним встречалась, поэтому то есть неоднократно была в Индии, и, конечно, очень хотелось бы услышать вот эти вот истории, потому что они необыкновенные, абсолютная мистика и абсолютное чудо. Ну, ситуации беседы я, наверное, тебе расскажу, но вот я тебе хочу рассказать, так как мы об искусстве все-таки говорим, что я, будучи, значит, живописцем, да, по образованию и сделав имя как живописец, работы, они у меня были полны катарсиса какого-то, сплошных аллегорий, потому что душа мучилась и не могла найти, видимо, вот эту точку опоры, вот. Я очень много читала с детства, я сгрызла такое количество книг, в 16 лет я уже по конкурции перечитала, можете представить. То есть я ходила, ходячая энциклопедия такая, которая бесконечно что-то цитировала, металась, какие-то невероятно умные вещи говорила, а не понимала того вообще, о чем речь, понимаешь. Вот. Потом, значит, дальше больше я стала понимать, что все мои любимые писатели, поэты, художники, они черпают именно на Востоке. Герман и Томас, ну, знаешь, как бульон в те годы, хоть ты и помладше, надеюсь, я потом вчера выяснил, да. Но, тем не менее, это такая классика, мимо которой не убежишь. Вот. Работы. И, когда ко мне пришел с вами, мне стали казаться очень дикативными, темными и так далее, потому что у меня были сплошные аллегории. Я как Гоя в юбке такая была. У меня была аллегория тщеславия картина, аллегория похоти там. То есть вот все у меня что-то обличало и критиковало вот это такое же ощущение. И когда с вами ко мне пришел, я отняла вообще все это от себя подальше и перестала выставляться как живописец. Тогда начала я создавать коллекцию архаика. Вот эти типажи людей со всех сторон света. Это было связано с тем, что я наконец-то получила мастерскую и имела уже возможность сделать большие работы. Вот. Там с течением времени. Благодаря с вами и печка была построена керамическая. И, значит, меня развернуло вообще на 360 градусов в этом направлении. Вот. Потом, когда мне Хаймитова делали астропрогноз, вот эту мою карту, выяснилось, что я, да, рождена художником. То есть я выполняю все-таки свое предназначение. Это огромная радость для меня. И что именно мое творчество должно было быть связано с огнем. Вот. То есть это должна быть или керамика, или, соответственно, работа с металлом, что я не имею возможности сделать, к сожалению. Не имею таких условий. Вот. Значит, начала я делать вот эту архаику, это уже с приходом с вами. И он мне сам сказал как-то на интервью, когда я уже устала бесконечно делать вот эти вот работы, я сказала ему, что с вами я очень устала, я не могу это уже больше делать. Он говорит, нет, будешь делать всегда, и это твоя дхарма. Это правильно. Да. И на… …соединению человечества. Так и делай типажи с разных… То есть вот так вот. И также я поняла ценность и перестала отказываться от себя, от той старой, которая была до Сайта Сайбабы, когда я писала вот эти картинки. Потому что на уровне определенного поиска человеческого, волга там или своей основы, своего центра, он же проходит разные этапы. У некоторых они безумно сложные. Опять же, в силу среды, в которой они воспитываются, существуют, в силу окружения, в силу каких-то неприятных, может быть, вещей. То есть такие метания у молодежи происходят, да. Вот. И очищение-то происходит через катарсис. Это очень часто, именно вот в молодом возрасте. И как раз вот эти мои работы, они способствовали, видимо, вот этой точке какого-то катарсиса, которая потом вводила людей, так же, как и меня, значит, на какие-то светлые пути. Ну, в общем, искусство – это вещь такая сложная. Это же двигатель вообще. Прогресс и вообще всего на свете, понимаешь. Как говорится, цари умирают, все уходит, а искусство остается. Это вещь очень важная. И богом данная совершенно невероятная такая возможность человека приблизиться к Творцу. Вот. Ну, с приходом Сайбабы я стала, конечно же, спокойнее. Выкинула сделать там культовые работы какие-то, хотя прекрасно понимала, знаешь, как с вами Викананда говорил, что вот эти вот образы все религиозные – это детский сад религии, да. Но это же всем понятно. Но энергетику уже никуда не выкинешь, да. Все равно, если ты понимаешь, что ты орудий для Погоста, да, что ты пустой совершенно и делаешь через меня, наверное, вот эта энергия милости, которая течет от него к нам и трансформируется через произведение художника, она и до людей доходит. То есть это вещи такие очень… в том чистоту, когда ты что-то делаешь. Вот это, конечно, помог понять абсолютно. Не только уонский. Уон, потому что дает учителей разнообразных, ведет просто на поводочке тебя, предоставляя все, что ты хочешь. Вот первая поездка в Индии у меня была в 2002, по-моему, году. Это вот после четырех лет такого. Меня, кстати, подключил на тонком плане. Он очень часто приходил ко мне, давал интервью сновидения. Кстати, Сая Баба говорит, если я прихожу во сне, это я прихожу во сне. Никто не может иметь мой вид или это не срок. Это я прихожу реально, и все вот эти сны были кардинальные уроки, которые я получала. Вот он меня подключил. В ноябре, да, где-то в ноябре 1998 года, уже не точно помню, что это было, там была совершенно мистическая такая ситуация. Я как раз вот получила мастерскую, начала работать на коллекции Архайка, вот, и очень уставала, и как-то вот так вот, устав, днем поработав, я привалилась на своем столике, там, значит, попила чай, поела, и просто отдыхала, и вдруг я оказалась в каком-то измененном состоянии в совершенно другом пространстве. Вокруг меня звучали миллионы каких-то божественных колокольчиков, они вливали в меня силы, и какие-то сущности световые вокруг меня, значит, водили хороводы. И такая сила энергии в меня вливалась, что я поняла, что что-то тут, знаешь, вот такое невероятное, близко совсем. И буквально поступательно, значит, наступил день, когда я съела кусочек хлеба, который меня угостили как простатным с дня рождения с вами, и я тогда превратилась в зомби. Можешь себе представить, каждую минуту, как метрономка, в голове звучит имя, у меня звучало сай-баба, сутки, вторые, ты думаешь, надо потихоньку, что это там еще сай-баба там, что это ерунда такая, что это наваждение. Потом вдруг приходит человек, который только приехал из потопарца. Вдруг в гости напрашивается, приходит и рассказывает, что они там, значит, делают, видят, кто это такое. Потом на третий день, это суббота уже была, я помню, значит, у меня эта фраза трансформировалась в фразу, так же метрономом звучала в голове, сай-баба, ты пускаешь во мне корешки. Вот она стучит в голове, думаю, так и насколько глубоко, ты смеяться должен или плакать. Потом на меня из шкафа летит книга, я тебе уже вчера говорила, нарушая все правила гравитации, то есть летит параллельно полу, ударяет меня в голову, падает, я ее открываю и там на странице статья Нюрой о детстве сай-бабы, которая у меня валялась там с 90-х годов в шкафе, я ее даже не открывала. И вот в эту ночь с вами он пришел ко мне, он меня унес в какие-то космические, значит, высоты, я лежала под невероятным сводом из бриллиантов, и он был там, это было ночное небо, это совершенно была фантастика, у меня окунулся поток вот этой божественной любви. Ну, это непередаваемо, то есть это вот как раз тот момент, когда слова уже все. они ничего не могут ни описать, ни объяснить, уже все. Вот это предел, которым ограничена наша эго и наша личность, когда уже нет слов, да. Вот. И тогда он мне сказал, в чем моя миссия, и что мне делать. Очень просто. Спросить всех, а миссия дарить радость людям. Вот сразу указал, и потом в течение года я задавала вопросу. Он мне отвечал во сне на этот вопрос. Я даже не знаю, как это. Природа страха, природа любви между мужчиной и женщиной, там, вегетарианец не вегетарианец. То есть, и начали случиться чудеса. Помощь просто со всех сторон стекла. Допустим, печку строить для обжига керамики. Мне снится сон, что я должна пойти по адресу такому-то. Называется конкретно адрес. Чего я туда пойду? Я туда пойду. В этот же день мне приводят женщину. Тамара Паращенко у нас изумительная женщина. Она жена бывшего директора УМПО, наш машиностроительный завод. Вот. И она, оказывается, уже к с вами ездит несколько лет. Он ей дает тоже уроки. В снах. На интервью она была у него кучу раз. В первый раз я вижу его изображения на приноске календарик с ним и какие-то палочки из ошрама. Вот. И мы начинаем разговаривать о цифрах в снах. А даты мне снились с юности. У меня клиническая смерть в свое время была, в детстве. Вот. Поэтому лет с 18 я там по разным планетам летала. И чего я только не видела там. В снах. Вот. И цифры в том числе. Вот. Что касаемо там. Кстати, вот то, что в Америке 11 сентября. Это я видела во сне. Ну, очень много было таких. Война в Чечне. Такие-то были даты. И она говорит, что ей с вами приходят во сне. И говорит, когда в следующий раз их группа попадет на интервью. Я говорю, а вчера мне приснилось в том, что я должна пойти по адресу такому. Она говорит, а мы приобрели недавно. И вот так вот на каждом шагу. И начались нематериализации денег. И организация поездки. В снах, значит, когда я поеду. И все это было ясно, понятно. То есть все. Я была тем щенком, которого на поводке с вамичка вел туда, куда ему надо. Но этот период затянулся. Я потому что нерадивый щенок. Знаешь. Это мы, наверное, все нерадивые щенки. Так или иначе. Я такой, понимаешь, щенок оказалось. Такие вот пироги. И вот этот феномен, он со мной уже 20 лет практически. Вот. И это неизмеримый просто. И я могу говорить только о нем. Вот правда. Вот я себе совершенно неинтересна. Вот эта вот тема. Ну, я опять же могу говорить. Это уже довольно примитивный. Ленин. Он делает. Ведет, помогает. Миллионам людей. Просто не знаю даже сколько нас. Это как… Было такое предсказание. Или он сам говорил. Я же не помню. Где-то недавно попоздалась. Вот его предыдущая реанкарнация Ширди Баба. Как говорилось. О нем будут знать немногие. О Сайбабе будут знать некоторые. А Опрэма, следующая реанкарнация, будет знать весь мир. Вот. Так что это чудо охватывает очень много людей. И практически все, кто имел этот опыт, проходит быструю шпору такой трансформации на разных уровнях, естественно. Кто-то уже вообще такого совершенства достигает, что просто невероятно. И ты тоже тянешься и хочешь так же. Ведь вот как-то один мой суфий, у меня вообще нет памяти совершенно. Один из любимых суфий, как сказал, что есть несколько видов искусства. Да? Есть искусство религиозное. Понятно оно какое-то. Есть светское. Опять же, живопись там искусство и так далее. И есть самое важное искусство. Это искусство самосовершенствования. Вот. Вот. Поэтому я прошу, что я прошу у Господа? Я прошу преданности, чтобы это было не на словах у меня, там не бла-бла-бла, да? А чтобы вот он сказал, да, ты преданна. Ты преданна. Вот. Мудрости. Ой, ну что я еще прошу? Ну вот преданности и мудрости. Преданности и мудрости, да. На самом деле, когда ты сказала о том, что вот это вот твое предназначение, да, всех простить и нести радость. Мне кажется, это настолько универсальный рецепт. Нет. Извини, я тебя перебиваю. Да. Что мне делать? Спросить всех. Что я делаю? Вот этот критицизм, он впереди меня, планету вся, да, впереди меня идет, и у меня очень много было таких сложных отношений с людьми. Но это опять же я понимаю, что ты же знаешь физическую астрологию. То есть ты такой, вот ты такой, ты что-то вытаскиваешь из людей, что-то из тебя вытаскивают. Таким образом мы притираемся, чистимся и понимаем, что мы одно. Без этого никак. Вот. И второе, в чем моя миссия? Дарить радость людям. А вот что касается, что работы мои делают на тонком плане, вот способствовать объединению людей, тоже третье. Не, ну это так и есть, потому что я вот сейчас как раз у себя на планшете открыла твою коллекцию «Архаику». я имела счастье видеть некоторые вещи живьем, да, вот, ну, мне только так вот посчастливилось, но на самом деле потрясающие фотографии, я очень всем советую нашим радиослушателям. К сожалению, формат радиопрограммы не позволяет нам сейчас включить видеоряд, и для того, чтобы, ну, продемонстрировать лялены работы. Я надеюсь, мы дойдем до того, что до формата телевидения и будем уже показывать более объемно, да, и я вот смотрю, и на самом деле эти работы, они, конечно, удивительны, очень, потому что здесь такая глубина, такие выражения озарения, да, и внутреннее сознание присутствуют в каждой скульптуре. Ну, я даже не знаю, у меня, я тоже, я себя чувствую просто косноязычной для того, чтобы описать вот то, что я вижу, то, что я чувствую, и настолько здесь много характеров, то есть, если бы я не знала, что это все создано одним человеком, да, я подумала бы, что это разные абсолютно художники, ну, есть некая общая, может быть, какая-то черта, наверное, я не искусствовед, поэтому не могу ее отследить, но, тем не менее, совершенно разные, вот видно, как, то есть, я бы подумала, что это реально искусство народов мира, да, вот мы в этом наблюдаем, и это, конечно, потрясающе, потому что это чувствуется, что радость, она здесь присутствует. Я тебе вот могу, я тебе немножко о начале создания архаики могу сказать. То есть, с того времени я уже развелась своим первым мужем, изумительный художник Саша, но мы вот, правда, были не парой, вот, и мы очень уважаем друг друга, вот он ушел в 2014 году, просто невосполнимая потеря, вот. Ну, в общем, тогда у меня уже к тому периоду, как с вами пришел, и я брала обед в брахмачарье в течение пяти лет, вот. И я понимала, что мужчина нужен, как с вами говорит, в этом году, в эту югу могут достичь освобождение только два, мужчина и женщина вместе, потому что то, что есть у мужчины, нет у женщины, то, что есть у женщины, нет у мужчины, только два, вот. А мне не нужно было никаких мужчин, вот. Но чего-то не хватало, то есть шли большие проблемы со здоровьем по пятой чакре и так далее. Ну, сама знаешь, что вот эта тонкость ошибается, почему. Вот. И я тогда стала делать вот эту коллекцию архаики, мужчин и женщин. То есть каждый мужчина имел свою женщину, каждая женщина имела своего мужчину. И это же, в принципе, глина, да, это поло из сосудов, это, в принципе, гашки с глазами. Да? И я думаю, ну, ведь мы же тоже такие же. Говорят на востоке. Говорят, что стань полным шлейфом, стань полным бамбу, божествой. И опять же повторяю, что чистое сознание, молитва, я рублю в твоих руках, делай через меня, оно вот наполняло особо энергию в твоей работе. Это точно. И мне казалось, что гармонизируется не только у меня вот это отношение с мужским полом. Мне с вами подарил великолепнейшего, чудеснейшего мужа. Вот. Причем столько было мистики и чудес с нашей женихой там и кольцей. И накануне и свадьбу нам на его день рождения в ЗАГСе. Представляешь, дату поставили. И он пришел во дне к заместителю, руководителю организации и сказал, что, значит, завтра надо подарить букет такой нам на свадьбу. Ну, в общем, организовал все от и до. Вот. И вот таким же образом я думала, что работы будут и действовать, излучать вот эту энергию тоже потом. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что так оно и было. Так что, не знаю. Мы же не отдаем себе часто отчет в том, что мы делаем. Но это такой процесс, который остановить жизнь невозможно. Понимаешь, да? Это же творец во творце. Вот. Если Господь творец, то мы маленькие капельки тоже же. Это же энергией наполнено творцами. А сейчас народ весь творить начинает. Я так счастлива это наблюдать. У всех такое стремление реализовываться как художники. Это так замечательно, потому что это к чему ведет. Человек уходит из центра. Правильно? Ум остановит. Это же самый важный источник для познания того вообще, что ты есть на самом деле. Какова реальность. Вот ты же тоже шалю вяжешь, да? Это же такое... Нет, я очень много чего делаю, конечно, да. Я тоже, я вообще не представляю себе без творчества руками. Ну, я скорее ремесленник, да, потому что я вяжу, вышиваю, да. Но я делаю что-то руками. Я это делаю всю жизнь, да, и мне кажется, что это... Я безумно благодарна там своей бабушке, которая научила меня вот этому такому прикладному реализации, потому что мне кажется, что это на самом деле это способ медитации, да. Вот я очень много думала о том, почему люди занимаются рукоделием. То есть вот сейчас, конечно, очень много информации о каких-то медитативных практиках, то есть мы... У нас много сейчас возможностей. Мы живем в такое время, когда все очень быстро происходит, но на самом деле вот этот навык, когда ты можешь что-то сделать руками и в это уйти, то это как раз то, что ты... Это вот естественная медитация, да, это то состояние, в котором очень, да, абсолютно гармонично. Даже может быть, потому что иногда людям очень сложно объяснить, да, вот так вот сядь с прямой спиной, закрой глаза, дыши и ни о чем не думай. Это намного сложнее, чем когда ты начинаешь что-то делать за руками, да, и полностью уходишь в этот процесс, и он дает тот же самый результат. Поэтому, да, я совершенно согласна, что на самом деле это необходимо. И необходимо, я тоже как раз хотела сказать о том, насколько сейчас вообще действительно творчество вошло в нашу жизнь. Вот я наблюдаю последние там годы, вот мне довелось в свое время работать на удивительной выставке такой «Планета рукоделия» в России. Я была в оргкомитете этой выставки, и у меня каждый год у нас все больше и больше участников появлялось. И я видела, какую красоту творят люди, и это было необыкновенно. И вот я до сих пор наблюдаю за этой выставкой и вижу, как она становится все больше и больше, именно потому что творчество, ну, благодаря Богу, наверное, да, входит в нашу жизнь. И, конечно, я знаю, что ты занимаешься с детьми, да, что у тебя есть какие-то мастер-классы, когда ты обучаешь людей, потому что это как бы… Ну, знаешь, нет, мне просто вот с вами не дают этим заниматься. Мы вот декабрь вели благотворительные мастер-классы, потому что у нас был пожар, я, наверное, тебе говорила, и такой был потрясающий опыт позитивный при трагичности вот этой, да. В общем, хотелось отблагодарить как-то людей. А так вот, чтобы мастер-классы вести, он не дает мне этого. То есть, видимо… То есть, сколько бы я ни писала вот этих объявлений, но один-два человека максимум. Вот. Все-таки это не мое, педагогика. Вот. Это не мое. Вот. А искусство и медитация – это же абсолютно одинаковый процесс. Единственная разница в том, что человек медитирующий, вот то, что он производит внутри себя, оно остается с ним самим субъектом. Вот. А художник, он материализует вот это вот свое внутреннее, тем самым приближаясь тоже, да, к творцу. Вот. Вот в этом только разница. Это совершенно одно и то же. Совершенно одно и то же. И каждый, ты же знаешь, зрители находят художника у любого уровня. Значит, это просто необходимо и нужно в земле. Вот. Вот. Да, это удивительно. Я согласна с тобой совершенно. И у меня еще вот такой вопрос. Я знаю, что у тебя была такая коллекция культовые скульптуры, которые были посвящены определенным божествам. И у тебя с ними есть определенные истории. Мне, конечно, очень… Я очень хочу, чтобы наши слушатели узнали об этом, да. Особенно прошивая история – это просто феноменальная. Да, это очень смешная история, да. Вот у меня Ванечка, он делает такого одного характера. Вообще, у него нет образования художественного, но у него врожденное чувство красоты. Вот. Это потрясающе просто. Если бы у него было образование, он, наверное, просто такие горы бы тут сворачивал и имел возможность для своей реализации. Вот. А у меня, значит, да, почему я говорю об этом? Он готов не подписывать свои работы. Он говорит, иди, и вот они вносят. Это все от Бога. Ну, вот как буддисты пишут «Танки» или «Наши мастера иконы». Они же не пишут, там, Ляля Галеева написал эту танку, или Ваня там написал эту икону. Бог дал. Бог дал. Бог дал. Бог дал. Талант его реализовал. Причем? Вот. А я слепила первого шива. Я даже не помню, когда это начало было. Сейчас в мастерской проводились баджаны. Вот. И меня распирало от гордости. Он стоял на краю моего рабочего стола, уже вслух, большой, красивый. Вот. И когда баджаны прошли, а да, все меня хвалили. Я раздувалась. Я чуть не лопнула от гордости, когда он покладился. Надо было видеть, чувствовать вообще, что я тогда переживала. Хотя я себя ловила вот на этих мыслях. Ты чего? Значит, вообще ты кто? Но, тем не менее, значит, вот это вот просто было очень сильное во мне ощущение. И когда за последним человеком закрылась дверь, шива рассыпался на мельчайшие кусочки. Вот прям вот 4-6 миллиметров он просто весь рассыпался вправ. У тебя абсолютно высочайшая степень приятия. Конечно. Засучив рукава заслужив. Ты знаешь, я желаю всем очень часто всеприятия, полноты всеприятия. Почему? Потому что нет у меня, у меня еще до этого далеко. Но я уже умею отслеживать вот это все. И говорить, ты чего Галиева? И опять вот эти тенденции твоей старого ума опять, значит, пляшут, пляшут и портят тебе жизнь. И я закусываю дела и становлюсь нормальным человеком. То есть, слава Богу, мне с вами уже научило этому всему управлять в этой системе. Как он говорит, одинаково относитесь к радости и горести, к плохому и хорошему. Оставайтесь в нормальном, уравновешенном состоянии. И ничто вас не должно мучить или полебать там ваше какое-то равновесие. Ну и так оно и есть. Понимаешь? Вот взять, например, этот наш пожар. Вот горела мастерская. Очень марок просто. Для художников, мне кажется, это вообще трагедия огромная, да? Потому что это… При наших финансах, понимаешь, это все восстанавливает и так все. Но это был самый яркий, позитивный опыт в моей жизни. Самый невероятный просто. Во-первых, переоценка людей потрясающая. Люди с такой стороны открылись. Я так им благодарна. Меня распирало от любви. Просто я не знала вообще… Я готова была весь мир расколотовать. Волонтеры, которые первые там две недели шли. Вот. Потом мы же отмывали… Уже когда мы поняли, что мы свою карму отмывали, мы уже уже давай карму… Уфы отмывай, опроси и так далее. Вот. А потом почитай тех же… Господи, по-моему, у Роберта Слободы у него. В каких-то книгах написано было, я помню, что… Самые действенные практики в эту эпоху – это практики, связанные с огнем. Да? Вот. Так что, слава Богу, вот это вот произошло. Я, конечно, никому не желаю такого опыта, но оно просто все происходит. Так что, принимаю я в любом случае, конечно же, все. Конечно же все. А там какое-то сопротивление, почему не оказывать там, почему не возмущаться. Я же человек. может еще с собой оставаться. Я не могу смотреть на вот эти вот, знаешь, псевдо-духовные… псевдо-духовных людей, которые говорят о духе бесконечном, какой-то там ходят с этой сладкой миной и так далее, там, что у них внутри, я не знаю, творится. Но ведут они себя неестественно. Мы же всегда видим, что это искренне или нет. Ну, мы, опять же, знаем еще такой момент, что душа, она приходит в этот мир на разных этапах своего развития, да. Кому-то нужно и через это тоже пройти, поэтому надо быть снисходительными. Мы, слава Богу, можем это. Конечно, да. Потому что у духовности есть, есть, к сожалению, вторая сторона, да, и это вот раздутые эго, когда мы вот начинаем сами просто раздуваться до безобразия, до каких-то размеров, такой вот жабы огромные, что мы такие все крутые, да, придирая оставшуюся мир. Да, да, да. Любую гадость оправдать можем. Вот ведь что замечательно, понимаешь? Мы все знаем, мы такие умные, это просто просто вообще. Да, кстати, было невероятное чудо, связанное с нашим пожаром. Мы уже с вами где-то, наверное, с пожаром 15 мая случился, и в июне где-то, в июле мы уже сидели только на таблетках от аллергии, потому что пахло тут. Наверное, за метров сто от помещения. Вон была гарь страшная. И я говорю, с вами ты же все можешь. Ты же все можешь. Ты столько раз материализовал нам потрясающие запахи амриты, и жасмины, и зимой, и в любое время года, и нашим близким. Ты окунал просто тысячи людей в эти запахи. Я просто засунул в бочку с медом, можете представить. Я сидела, вокруг меня женщина с жасминами в руках, а я сидела в бочке меда. Ну как же я же из Башкирии, он же знает. Где-то в начале июля я попросила с вами убрать запах этот. У нас еще была часть, может быть, только четвертая сделана работа. По маленькому помещению остальное все оставалось черное, и запах исчез. Представляешь? Так что вот такие вот чудеса, такая милость. А накануне пожара он пришел ко мне на Пасху в виде Иисуса. Я еще думаю, проснулась, думаю, ну, наверное, что-то произойдет. Потому что он меня так обнимал и говорил, я ведь всегда с тобой. Я думала, что-то будет. Ну, в общем, вот так это. Ты знаешь, это столько рассказов, вот этих чудес, вот этой милости. Ну, я не знаю, мы должны давно быть структурными уже. Как вот с этим жить и не меняться? Это невозможно. А сейчас у нас задача, как бы вот, я считаю, что такая не большая, но с Ванечкой. У нас мастерская, она как музей. То есть я делаю свои скульптуры, леплю. Ваня тоже у меня лепит, делает потрясающие вот эти вот физические, музыкальные инструменты, которые используют человека в Истоке. Пременные инструменты. И к нам периодически просятся какие-то люди. Они приходят. Мы им все показываем, мы им рассказываем. То есть они уходят счастливее слышать. И вот это наша задача, понимаешь? Хоть немножко, но сделать людей счастливее. И я так успокоилась, мне уже не нужно никаких там достигать высот там и так далее. Знаешь, бежать за какой-то карьерой. Ну, в принципе, у меня вообще счастливее плоховато. И никогда это не надо было. Вот. Ну, вот такая работа действительно. Ну, это потрясающе, на самом деле. Потому что, наверное... Не, ну, конечно, кто-то должен быть, наверное, обладать тщеславием и кто-то должен быть знаменитым, да. Но намного важнее, когда вот это вот... Какое-то пространство вокруг себя ты окрашиваешь чудом. Потому что, мне кажется, вот именно когда вот ты через это чудо живешь и его осознаешь, им делишься, то уже, в общем, не важно, есть у тебя тщеславие или нет тщеславия. И потому что все, к чему ты соприкасаешься, оно изменяется. И это вот, наверное, это основное. Вот. Ну, тут даже не ты, не вопрос, а ты. Ты же знаешь, как я себе говорю. Ну, да. Дай себе вопрос, кто деятель. Вот. Но все равно же, мы же живем, мы же в миру живем. Мы же пока в миру живем. Вот. И, ну, как же. Думаешь, а почему так, а не так? А почему вот это лучшее вопрос? Вот. И иногда забываешься задать вопрос студентелю. Ой. Ну, в общем, счастливые мы люди, скажу я тебе, дорогая. Я не помню. Я не помню. Слушайте, окончание института. Я за полгода сменилась и вместо работы была свободным художником. То есть я никогда не пригибалась ни перед кем. Но я готова учителя, моих учителей всех. И мужа моего, готова целовать столько, потому что я очень благодарна всем, кто меня окружал и тем людям, кто дал мне знания, дал понимание и дал вот эту радость существованию. Потому что смысл жизни в жизни больше ни в чем. А когда люди в резонанс с тобой входят, ну, это вообще. У меня вот такой вопрос. Сейчас, знаешь, вот эти все, такая тенденция, особенно на Западе, люди имеют огромные проблемы в отношениях. И вот ты уже сказала о том, что в нашу эпоху, да, очень важно вот это вот соединение мужское и женское, потому что оно несет такой созидательный характер. Вот как ты вообще относишься к институту семьи, да, и насколько вот это вот все-таки… Пропадает звук. Мастенька не слышали. Да, я сейчас постараюсь, как бы, я тебя слышу хорошо, да, я надеюсь, наши радиослушатели тоже нас слышат. Вот. А как вообще вот ты воспринимаешь, вот какие бы ты советы дала молодым людям для того, чтобы вот сохранить вот эту целостность, вот этот институт семьи? Потому что я чем старше становлюсь, да, я тем больше понимаю, что это важно. Ну, вот ты как человек достаточно счастливый, не достаточно счастливый в семейной жизни, вот именно нашедший своего партнера, того человека, которому твою половину, да, то есть вот что бы ты могла сказать по этому поводу? Ты знаешь, к сожалению, ничего я сама не находила, мне все было давно с вами. Мне, мой муж был показан, просто его лицо появилось за два месяца до знакомства. Угу. Вот ты не научили меня попросить в голове этого мужа. То есть в 4 утра я встала и список вот такой Господу выдала. Последняя была фраза, чтобы был таким же непривязанным, как я. Получила на блюдечке золотой каёмочкой. Так что я ничего не понимаю. Я хочу только, чтобы люди уважали друг друга. Понимали? Ну, первый брак… Знаешь, пока человек не отработает все кармические благи, не будет у него его половинки. Пока все косяки вот эти он не закроет, которые в наших жизнях были, не будет у него его половинки. У меня просто так случилось. И с вами сказал, что мы близнецовые пламена. Что мы не имеем права жить незарегистрированным благом, что это большой вред. Он нас заставил пожениться, он все нам организовал. Вот. Мы тоже притирались друг другу. Мы тоже притирались вот как вот по булыжнику какие-то. Но я не мыслю жизни без этого человека, который безумно его уважает. И вот уважение – это, конечно, главное. Хотя в первом браке у нас брак держался на уважении и на ребёнке. А потом, когда уже восемнадцать лет брака был, мне с вами пришёл во сне и сказал – всё, хватит, карма отработана. Вот. Понимаешь? То есть думать даже не надо. Делай только то, что тебе вилят. И я желаю всем найти своего учителя, своего гуру, своего поводыряя. Или вот найти его в себе. Не обязательно там в какой-то личности, в феномене каком-то. Кем бы он ни был. Вот. Ну, я не знаю. Ты же сама говоришь. Разные уровни сознания приходят, разное время, когда росточек из земли, семечко проклёвывается. Поэтому не могу ничего посоветовать. Будьте людьми. И всё. У тебя как-то творчество изменилось после встречи с Ваней? С Ванечкой? Я стала лентяйкой. Какая прелесть. Я стала наглой лентяйкой. Во мне очень много проявило, стало женских качеств. Я уже не могу поднять шиву, который 50 кг весит, отнести его в печку. Это всё Ваня делает. То есть я стала девочкой. И я не знаю, как изменилось. Я не знаю, как изменилось. Я не знаю. Ты ещё. Понимаешь? Я очень начинаю сказать. Главное, что он меня тоже вдохновляет и помогает. Нет ни одной работы сейчас, которую он бы мне не помог собрать. То есть если я что-то задумала, нужно же продумать, как детали будут совмещаться, конструкции. Это всё на Ване. Это уже не моё творчество, это уже наше совместное творчество. То есть вы уже как единый организм, такое единое целое. Да, да. Ну вот это, конечно, удивительно, когда люди на духовном плане. То есть это на самом деле такое глубочайшее партнёрство. Это даже, наверное, это больше, чем семья, да? Наверное. Ты знаешь, это не больше семья, это именно семья. Ну вот у нас нет детей вообще, понимаешь? Если бы ещё дети были, я бы тогда сказала, да, вот это вот настоящие. Вот. То есть мы уже поженились в таком возрасте, когда уже было там поздно иметь детей. Вот. Ну, видимо, у нас может быть другая задача. То есть вот так довольно такая гармоничная семейная ячейка, как и ты, я уверена, со своим супругом. Потому что мы, в принципе, с тобой не знакомы, но когда мне сказала, что ты думаешь, что дарят гладионам, вот ты их любишь. Ну тут же всё с вами понятно, да? Да в окружении троих детей, ну это же вообще просто балдёж. Вот. Поэтому, когда люди соприкасаются вот с этим тоже феноменом «счастливая пара», я думаю, что им тоже достаточно «счастливая пара». Потому что в первом браке я всё время ныла и жаловала. И у меня куча знакомых женщин, которые всё время недовольны своими мужьями. Ну, изменить-то можно только своё восприятие. Потому что всем давно понятно, что сам их человек никогда не изменится. Вот. Ну, в общем, жизнь такая интересная что-то. Интересная, забавная, неожиданная. Даже в такой провинции, как у нас. Ну, у вас зато потрясающая природа, наверное, которая вас очень сильно вдохновляет. Потому что, конечно, Башкирия – это что-то невероятное. Да, да. Природа – это вообще одна из самых лучших составляющих медитаций для чистки и так далее. Потому что природа – это Бог. Ты погружаешься туда, ты восстанавливаешь, он твоим окном. И ты только в созерцании прекрасного. И всё открытое. И ощущения тактильные, и осязания твои, и глазки твои впитывают это всё. То есть ты становишься часть этой природы, взаимосвязан с каждой капелькой воды. Ну, что может быть лучше? Кстати, нам с вами чудеса казалось вообще наяву. Вот ты мне сейчас сказала про природу, а мы на сплавы ходим сегодня. И вот как-то, наверное, лет 12 назад я не дежурила на кухне, две мои приятельницы были. Мы лежим, отдыхаем. Где-то в районе 6 вечера, река белая, значит, на камушках на белых. И вдруг Венера, она говорит, смотри в небо прям, какая-то женская фигура. Я смотрю, а там просто изображение Ишвар этой богини, как она изображается у древних, у Шумера. Я говорю, так это же богиня Ишвар, Ишвар. И вдруг у неё живот, у некогда беременный, вдруг он открывается, этот живот, там дверки прям распахнулись, и там маленькая головка прекраснейшего младенца. Невероятнейшей красоты. Мы раздевнулись, смотрим, втроём у меня есть свидетели на это чудо. Певцо начинает меняться. Превращается в мальчика, потом в юношу, потом превращается в мужчину зрелого. Потом оно стареет, там писается. «Я надо давить вот такое вот лицо, и такая трагедия на нём». Пока он не воздел, фигура женщины рассеялась уже, пока он не воздел глаза вверх, в небе ещё глаза вверх. И я понимаю, что он узрел бога. И я это говорю и проговариваю, чуть ли не кричу. Он узрел бога. И тут же это лицо старца исчезает, и возникает вид Иисуса Христа. Можешься представить? То есть нас трое было, которые видели вот это чудо. И с вами всё время давал нам, мне лично, силу через вот какие-то знаки, через радуги те же. Какой-нибудь вспомненный вопрос возникает, допустим, членами организации, не член организации, там какое-то напряжение. Права я или нет, не права. Почему ты мне в такой ситуации поставил некрасивую? В друг раз и на облаке радуга какая-нибудь маленькая. Или столб зимой радужный, или ещё что-то стоит. То есть вот всё время идёт какая-то помощь именинность. Ну, как 27 апреля, я тебе вчера бы сказала, что он хочет. Так что вот такие пироги. Ну, вообще это удивительный, конечно, дар и способность, наверное, поэтому ты и художник, вот это вот считывать знаки. Потому что, мне кажется, что когда человек через творчество раскрывается, он именно начинает вот считывать, потому что Вселенная с нами бесконечно разговаривает. Об этом много говорят, да, и об этом многим людям известно, это вообще практически в любой духовной традиции существуют эти практики, да, но мы не умеем. Особенно, когда люди живут в городах, я много об этом говорила, уже неоднократно с моими собеседниками мы это обсуждали, что когда мы вот в больших городах, да, в таких-то индустриальных пространствах, то мы перестаём замечать знаки. И всё-таки вот именно то, что ты сейчас рассказываешь, мне кажется, это когда вот мы находимся в плотном соединении с нашей землёй, да, вот с той изначальной силой, которая идёт изнутри, да, то тогда, ну, не знаю, как бы пространство сверху, снизу, со всех сторон, оно нас учит вот этому искусству. Да, вот у тебя, кстати, нет никаких вот, вот у тебя наверняка кто-нибудь спрашивал, а как этому научиться, да, вообще можно как-то научиться или нет? Вот мне интересно, конечно, твоё мнение. Ну, нет, я думаю, что этому нельзя научиться, но это нужно в себе развивать. Вот как раз пока ты говорила, у меня зрело вот это. Мы же вообще не просто мы воспринимающие устройства какие-то, да, рождённые, но есть само ходячее восприятие. Правильно, да? Вот. И почему человек воспринимает одни картины, одну архитектуру там, одного типа, а другие нет? Почему? Есть другие люди, которые воспринимают всё абсолютно. Это они не потому, что в себе воспитают. Вот эти вот усики, вот как сон, например, слепой там где-то на одной реке плывёт и ощупывает этими усиками пространство. То есть он развивает вот это всё. Или там котёнок, ему мало лапы потрогает посмотреть, он тоже усиками вот заденет тебя и получит. Нужно отращивать себе вот эти вот усики, вот эти антенны. Вот. И относиться с уважением, ко всем впечатлениям, ко всем проявлениям человека, что мы одно на земле. Вот это вот понимание, это и есть полнота восприятия в итоге. Много лет назад на определённом уровне таком развития, детский сад, своего как-то на даче засыпая, я с вами сказала, с вами покажи мне пустоту. Вот пустотность буддийского смысла, что это, да? Ну и что? Ну и показал мне эту пустоту. Тут же показал, в эту же ночь. Я ничего не поняла, ну пустота и не пустота. Потом, значит, где-то годы четыре назад я опять же задаю на том же месте, значит, на даче, и он мне показывает, что мы как-то пустоту. Я как бы вижу пустоту, но эта пустота такой наполненности невероятная. Просто световые пиксели, вот так вот соединённые друг с другом, плотно, 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 абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. И вот это вот понимание единства, оно приводит к всеприятию. Нет других. Как буддисты же говорят, каждый человек, может быть, был твоей матерью. И все мы родственники, да? Ну, в общем, это всё очень замечательно, и вот это понимание, слава Богу, пришло. Вот это самое главное. Я знаю, что сейчас у Вас в Уфе проходит выставка, да? И там одна из твоих работ выставляется, и ты мне вот про эту работу рассказывала. Это одна у нас есть работа, она называется Арнольд, символ, ну, что-то такое очень, декоративно-прикладная выставка. А у меня очень болела рука, я не могла несколько месяцев работать после пожара уже. Вот. И, ну, хотелось. Ну, такая тема интересная. Уж кто, как не мы с Ваней, можем сделать какие-то символические, простейшие вещи, о которых люди знают, но не представляют, что это вообще так просто и понятно. Вот. И недавно я дала новое название нашей мастерской «Пять на пять». «Пять». Ну, что такое «пять», да? «Пять» – это пять стихий. Сакральный смысл имеет цифра «пять». С Вами как-то нам на Даршине Польше показал пять рук и сказал один палец и потом пять пальцев. Один – ног. Один – ничего не может делать. Пять – все. И очень много можно эту тему развивать. Я просто сейчас не стану. И я говорю, Ваня, давай сделаем скульптуру пять стихий. И мы вот примитивно тупо сделали квадрат землю, на него поставили сферу, шар, значит, воду, треугольник, огонь, полумесяц, воздух и эфир. И я надеюсь, что это будет интересно, потому что мы попросили, чтобы было объяснение. Это же элементы, из которых состоит вся Вселенная. Это как простейшие кубики нашей Вселенной. Поэтому я думаю, что это интересно будет. Мы делали еще две работы, такие серьезные, но они, к сожалению, в обжиге пострадали. Мне хотелось именно изобразить центр человеческого существа и ту самую смерть, которая является переходом. Я, можно, тебе такой немножко, наверное, интимный вопрос задам? А есть ли у тебя страх смерти? Нет, абсолютно. Готова хоть сейчас. Вот, кстати, когда ко мне пришел с вами в виде Иисуса, в прошлом году на Пасху, я как раз уже готова была умереть и абсолютно катилась в этом направлении. Он меня выхватил из этого состояния. Нет. Даже была клиническая смерть. То есть мне это легче. И здесь я там удивляла своих родственников, потому что они мне рассказывают, что мне когда вот года три там было, я стояла, значит, в районе двери все время не возмущалась. Почему я? Почему здесь? Почему я? Почему здесь? Я как попугает, но это уж повторялся. Ну, мы сегодня здесь, завтра там. Ну, мы вчера вот с тобой разговаривали, ты говорила, что тебе показалось, что ты была хитрой, когда ты хочешь реанформации, да? Вот мы тоже когда-то приезжаем, у меня сплошные доживи. Ну, сплошные доживи. Да я здесь была, да я здесь все знаю. Как вот касаемо Москвы, я знаю в прошлую жизнь, что я сидела в лагерях, меня забрали из Москвы. Здесь там улица такая мясницкая, мне там каждый сантиметр знаком. Какой у меня волосы бедно стоят, когда я там хожу? Откуда это все? Понимаешь, поэтому это страх смерти. И мне свободу на смерти в урок. Он мне давал. Очень, очень просто, популярно все объяснил. То есть я оказалась в зале в праздничном, где было огромное количество людей, там были люди в костюмах всех эпох и все народы, всех национальностей. Это была просто вся земля. И люди, ну вот представь, кинотеатр-зал, да? Вот эти вот кресла, где сидят в середине, а вокруг бесконечное шествие. И вот это бесконечное шествие людей всех народов. Я еще раз глядывала, как художник сидит в костюмах, потому что я узнавала там разные эпохи. Вот. И периодически кто-то уставал двигаться в кругу этой самсары, подходил к креслам, садился. Другие люди вставали и шли дальше. И кто-то садился. Я вот так же к креслу подошла, вышла из этой вот толпы. И мне мужчина, который с краю сидел, говорит, а вы не боитесь сесть? Ну то есть дав мне понять, что это же смерть. Я говорю, нет. Он говорит, ну имейте в виду, будет немножко больно. Ну это будет очень быстро пройдет. Я говорю, хорошо. Вот. Он подвигается. Я сажусь. И тут же такая боль, острое-острое в сердце промзает меня. Ну она быстро отпускает. И я спокойно продолжаю наблюдаю. вот этот процесс. Вот. Потом с вами появился, схватил меня. И мы балюсировали. Саласенька, ты что молчишь? Я нет. Я просто на самом деле для меня вот это такая реализация, которая вызвала во мне внутренние такие духовные глубокие переживания. Потому что то, о чем мы сегодня с тобой говорили, оно все, ну с одной стороны в этом очень много мистики, да, с другой стороны это все настолько такие глубинные переживания. И, наверное, когда мы начинаем вот эти первые наши шаги на духовном пути, когда мы, наша душа реально стремится к своему началу, да, к тому, к своей изначальной точке, к тому, к тем мы должны быть. И поэтому уже, как бы, слова, они приходят. Конечно, да. Когда находишь твой источник, а через баешь у него, когда становишься источником, слова теряют смысл. Да. Я на самом деле просто вот задумалась, потому что, естественно, ну, когда у нас отклик внутренний присутствует, да, это очень важно. И я бесконечно тебе признательна и благодарна за вот эту программу, за этот эфир, за то, что ты с нами поделилась такими сакральными, такими скрытыми вещами, потому что это, ну, это удивительные глубины переживания. И это знание, которым мне очень хочется верить, что мы сейчас поможем огромному количеству людей, потому что наше радио, оно доступно любому человеку. что мне вот очень нравится именно миссия нашей радиостанции в этом, в том, что мы даем какие-то основы, да, вот мы даем базис, как вот эта твоя скульптура, первые элементы, пять первых элементов. Это как раз то, чтобы человек шел дальше, чтобы он развивался, потому что это наше основное, мы не должны находиться в стагнации. На этом плане, на этой земле наша самая важная миссия – это наше саморазвитие. Как ты говоришь? Саморазвитие – не вперед. Абсолютно никаких догм не должно быть. Да, это необходимо. И я думаю, что нам, наверное, очень повезло, потому что мы действительно живем в такое время, когда есть возможности. Есть возможности большие. И не закрывайтесь, не закрывайтесь от этих возможностей. Берите их, стремитесь, не скатывайтесь до примитивного удовлетворения, да, вот этого материального, какое-то наполнения вот этой картины. Растите духовно. Вот мне очень хотелось, чтобы наша вот эта передача, она как раз была, носила вот такой глубокий смысл, да, для людей. Я надеюсь, что у нас получилось. Спасибо тебе огромное. Ну, если у тебя есть еще какие-то напутствия нашим радиослушателям, у нас вот есть пара минут, я буду очень благодарна, если ты что-то скажешь такое нам в завершении нашего проекта. Я могу сказать, творите себя, творите себя, творите себя из своего внутреннего источника и совершенствуйте. Все, что я могу сказать, любите, радуйтесь и цените каждое мгновение. Спасибо тебе огромное. Я хочу, потому что мы не бездельники, мы трудяги. Спасибо огромное, Лялечка. Я хочу напомнить, что с нами сегодня в программе «Женская гостиная» была Ляля Галеева, необыкновенная женщина, художник, скульптор, творец. Да, я не побоюсь этого слова, потому что мы все творцы, в нас есть часть творца, безусловно, потому что мы вот именно этим, наверное, и должны гордиться. И поэтому и ты удивительно, как ты умеешь этим делиться. Спасибо огромное. И я надеюсь, мы что-нибудь еще придумаем такое интересное, потому что у тебя такое количество историй даже не коснулись. Вам огромное спасибо и развитие вашей чудесной станции в этой радио и той помощи, которую вы оказываете людям и вытаскиваете из небытия каких-то художников уфинских. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Я надеюсь, мы тебя увидим на нашей американской земле тоже. Давай мы тебе пожелаем. И самое главное, что я могу сказать, это сайра. Сайра. Спасибо большое. С вами была Ляля Галеева и Анастасия Хрущинская и программа «Женская гостиная» на интернет-радио «Сангейт». И до новых встреч до следующего четверга. До свидания. Спасибо, друзья. Это вам было. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok